Сегодня в Министерстве экологии поистине исторический день. Ученые, специалисты Министерства объединили усилия с красноярскими экологами-общественниками. Цель – создание единой базы мониторинга воздуха и состояния экологии в целом. Четырехстороннее соглашение, подписанное всеми участниками программы, дает возможность объединения данных в сети, доступ к которой будет иметь любой желающий. Мы объединили все данные официальных сетей мониторинга и общественных сигнальных сетей, объединили в так называемую экологическую бигдату. До сегодняшнего дня открытые данные о загрязнении в атмосфере размещались на разных платформах. Новая сеть будет обобщать данные из всех источников по концентрации в воздухе мелкодисперсной пыли. Не только мы, как общественники, можем использовать эти данные. Любой человек, любой житель нашей страны может использовать эти данные, в том числе и для своих прикладных вычислений, исследований. Сейчас эти данные будут получаться автоматически онлайн, по запросу мы можем скачать их в любое время. Новая система позволит получить более точную информацию и данные с наименьшей погрешностью. Дело в том, что каждая из сторон, подписавших соглашение, использует датчики со своей шкалой измерения. Объединившись, ученые и общественники смогут получать данные примерно сотни приборов. Именно столько их в целом установлено в краевом центре. Я бы сказал без лишнего пафоса, что это вполне себе историческое соглашение. Мы называем это сигнальной сетью. Академики имеют возможность моделировать. Они будут, во-первых, помогать нам выявлять загрязнителей. Во-вторых, мы ожидаем, что появятся некие модели, которые позволят нам выявить слабые места в городе Красноярске, на которые нужно обратить внимание в первую очередь с точки зрения загрязнения и принимать решения организационного плана именно в этих точках. Все данные в конечном итоге будут передавать в Сибирское отделение Российской Академии Наук. Там ученые будут анализировать полученную информацию. Это большой объем данных, это новое научное направление, big data. То есть как бы из огромного-огромного объема информации нужно найти нужную, нужно закономерности найти. Для этого строится специальный алгоритм. Результаты исследований будут общедоступны на сайте Красноярского научного центра. Адрес сайта сейчас на экране. Софья Лупинина, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.